Доброе утро, коллеги! Сегодня в нашей Евпаторийской студии мы будем обсуждать реализацию проекта фонда капитального ремонта. И на самые наболевшие и актуальные вопросы нам ответит начальник отдела по эксплуатации жилого фонда Департамента городского хозяйства администрации Евпатории Роман Игоревич Кафаров. Роман Игоревич, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, как реализуются в Евпатории программы фонда капитального ремонта, сколько было сделано в прошлом году домов и что конкретно делают? За прошлый год на территории муниципального образования проведен капитальный ремонт 12 многоквартирных домов, это лифтовое оборудование и в 9 многоквартирных домах поменено кровля. Что еще входит в принципе в проекты капремонта? На что чаще всего жалуются жители? Капитальный ремонт это и капитальный ремонт кровли, и фасада, инженерных сетей, фундаментов, подвальных помещений, лифтового оборудования, если такого есть в доме. А если я не ошибаюсь, был большой проект по замене всех лифтов в городе, всех ветхих, а у нас их намного больше, чем не ветхих, правильно? Расскажите, есть ли какие-то планы уже на этот год? На текущий период времени фонд капремонта о новых работах на этот год по замене лифтового оборудования нас еще не проинформировало. Обычно происходит за месяц-два до начала выполнения работ. В принципе, в конце этого года заменено 32 лифта. На этот год 6 лифтов планируется заменить. Это в рамках комиссии при Министерстве ЖКХ. По установлению необходимости проведения капитального ремонта подавался у нас один ТСН и две управляющих организации в данную комиссию по замене лифтового оборудования. В протоколном комиссии было принято решение о проведении замены 6 лифтов. На этот год планируется данное мероприятие. Ну и, наверное, самый наболевший именно для Евпатории вопрос – это памятники архитектурного наследия. У нас есть очень много жилых домов, которые являются памятниками. И, насколько я помню, раньше не проводили капитальный ремонт в таких объектах. Поменялось ли что-то? На текущий период времени фонд проинформировал нас, администрацию, о том, что имеется план мероприятий под началом проведения капитального ремонта в таких домах. Осенью прошлого года департаментом городского хозяйства был проведен осмотр ряда объектов, которые нам направил фонд капремонта. Проведена фотофиксация данных объектов, составлены соответствующие акты. Все мы их направили в фонд капремонта. На этот год ожидается капитальный ремонт в 7-8 многоквартирных домах и конкретно объектах культурного наследия. Это и дома по улице Революции, по Тупику Матвеева, по улице Матвеева и по Тучино-1.2. Тучино-1.2 – это многострадальный дом Дувана у нас. Жители очень долго жаловались и говорили о том, что невозможно профинансировать целиком всю реконструкцию и реставрацию за счет фонокапитального ремонта. Сейчас это будет проходить целиком за счет фонда? Безусловно. И реставрационные работы тоже? Да. Расскажите, сотрудничаете ли вы с комитетом по охране памятников культурного наследия и согласовываете ли это все? Комитет в наш адрес в прошлом году не обращался. До этого ряд запросов направлялся. Мы также делали акты осмотров, обследований домов многоквартирных, которые являются объектами культурного наследия. Направляли в комитет их. Ну и последний вопрос. Я знаю, что можно подвинуть свой дом в программе фонда капитального ремонта немного выше. Расскажите, что для этого нужно сделать? Давайте очень кратко. Вот основные правила. Куда обратиться? Что написать? С 2019 года, с июля, существует комиссия при Министерстве ЖКХ. Для того, чтобы срок приблизить к проведению капитального ремонта, необходимо заключение соответствующей специализированной организации, акт обследования многоквартирного дома управляющей организацией, либо ТСН общего имущества, и протокол общего собрания с решением о проведении капитального ремонта на более ранний срок. То есть, в первую очередь, идти в любом случае в управляющую компанию? Именно. Не в департамент городского хозяйства? Департамент может скоординировать работу с министерством и так далее. Но для начала нужно самим провести собрание, акт обследования, заказать техническое заключение. Спасибо большое, Омир Ман Игоревич. Я думаю, что мы ответили на самые наболевшие, самые актуальные вопросы, которые волнуют не только евпаторицев, но и жителей всего полуострова. На этом у нас все, коллеги, вам слово.